Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 сентября 2017 года, по одному из старинных календарей второй день месяца Божественного начала, 7526 лета, шестица, мы говорим про то, как человека и любовь соединить вместе с Виктором Луговым. И переходим к теме «Вопросы, ответы, реплики» из чата Народнославянского радио и из чата канала Ютуб. Знаешь, первый вопрос тебе такой задам. Ты кадровый военный. В общем-то, послужил, наверное, и пострелял. И вдруг ты тут нам так сладко говоришь про любовь. Если ты воин, вот многие скажут, многие вам скажут, какой нафиг там воин про любовь тут рассказывает? О чём вообще речь? Как совместимо воинское направление и вот любовь та глобальная, как тут выразился, великая, божественная любовь? Ведь убивать — это же не любовь. Что такое воин и чем отличается воин от бойца? Боец — это неосознанное существо, которое взял в руки оружие и идёт убивать других. И бойцы — это пушечное мясо. И это нужно знать. Наши предки, далёкие, великие предки наши, они прежде всего заботились о том, чтобы ребёнок, мальчик стал воином. Из воина вырастает витязь. Из витязя появляется управленец. Из управленца выходит жрец. Это все стадии, которые проходит юноша или мальчик. И эти стадии воином ты можешь стать, только если ты находишься в состоянии любви. Ведь наши предки, если мы посмотрим не в ту историю, которую мы изучали, а в другую, которую мы не знаем, наши великие предки потому и побеждали во всех сражениях, потому что они защищали свою родину. А защищать свою родину, защищать свою родину-мать и защищать своё отечество можно только из состояния любви. Ты не уничтожаешь врага, ты не воюешь, ты не борешься, ты не ненавидишь. Вот это нужно понять. Ведь воин изначально защитник. Он осознаёт важность того, что взял в руки оружие. Он всего лишь навсего защищает себя, защищает свою семью, защищает свой род и свою землю, матушку. И вот если посмотреть в суть, то посмотрите, в Великой Отечественной войне все те, кто шли уничтожать врага, все погибли. Почему? Потому что тот, кто пришёл к тебе учить тебя уму-разуму, чтобы ты научился быть собой, чтобы ты перестал бояться, потому что страх тебя делает ничтожеством, чтобы ты вспомнил своё величие, чтобы ты мог расправить плечи, чтобы ты мог открыть в себе вот это величие своего духа. Это можно сделать только из состояния. И поэтому те, кто шли, забыв, что они такие же Божьи дети, как и те, кто идут на тебя с мечом, идут их уничтожать, они уничтожают себя. И у меня был, и у моей супруги был очень классный опыт, когда мы были на семинаре у Виктора Минина, и там был представитель тёмной иерархии. Ну, так называемое. Тёмное — это не совсем правильно. Тёмное — это обратная сторона света. Это те учителя, которые нас учат изначально, и мы тоже все, кто здесь на Земле, проходили эту тёмную иерархию во всех ипостасях. Я один из тех, кто проходил её во всех, так называемых, от самых низов и до самых верхов. Так вот, была сказана такая фраза. Если вы в своей повседневной жизни, например, злитесь на мужчину, то прежде всего вы уничтожаете своего внутреннего мужчину. вы наносите удар по своему внутреннему мужчине. Если вы злитесь на женщину, неважно, кто это — мама, сестра, жена, как сказать, любая другая женщина, вы таким образом наносите удар очень мощный в свою внутреннюю женщину. И поэтому, если мы этого не осознаём, мы делаем больно прежде всего себе, мы уничтожаем прежде всего себя. Вот воин никогда не будет делать больно тому, кто не делает больно ему. Это закон божественной справедливости. Если ты взял в руки меч и пришёл меня учить, но при этом ты хочешь разорить моё гнездо и мой дом, то моя задача, как воина, — защитить. И поэтому наши воины в состоянии любви входили в состояние ража и могли несколько суток без еды и сна работать мечом или двумя мечами без устали. И у них не было той психологической травмы, которая есть у тех воинов, которые проходили в том числе и Чечню, и Афган, и много сегодня, и Сирию, и так далее сейчас. Потому что у них нет состояния. Они выполняют долг. Какой долг — непонятно. Кому долг — непонятно. Но у них нет состояния любви. Вот это самое важное. И вот когда мы это осознаем, я тоже был бойцом, с одной стороны, с другой стороны, офицером, который учил своих солдат воевать или тому, что нужно на войне. Да, я многое делал неправильно, потому что я тогда не осознавал себя. Но когда пришло осознание, пришло понимание того, кто ты, и я скажу, что вот этому учит спас. Казачий спас, в который я, как выяснилось, посвящён с рождения. А в казачьем спасе там есть одно условие. Только в состоянии любви к себе и из себя источая эту любовь ты можешь быть воином. Ты можешь быть защитником. То есть до поры до времени ты всё-таки был бойцом, который не осознавал, что делает, и этому же учил подчинённых. И в конечном итоге так дотукало, что оказывается, есть и другое состояние, более мощное, где человек именно победитель становится по любви, потому что, да, вот я так анализирую то, что сказал, вот у меня вот такая выстраивается линия. Хорошо, давай сейчас вопросы начнём задавать уже, а то заждались наши зрители и слушатели. Оксана Брейнер, вопрос в эфир. Встреча с родами произошла во время спиритического сеанса или как-нибудь иначе? Баловался спиритизмом, давай-ка признавайся. Значит, первое. Магичить или там заниматься магией, это немножко другое состояние. Дело в том, что когда вы находитесь, то есть когда у вас есть ваша задача или перед вами стоит задача менять состояние или менять сознание. И когда мы работаем или трудимся с теми, кто приходит, один из вопросов основных, которые встают и которые задают приходящие. Кто я? Для чего я пришёл в этот мир? В чём моё предназначение? На этот вопрос могут ответить наши божественные, небесные, вечные роды, наших земных богов, земных родителей. И мы обращаемся туда, и моя задача — соединять души с этими родами и с Творцом. Как бы это ни странно, странно ни звучало. Поэтому это не спиритизм, это немножко другое. Когда вы вдруг сами увидите тех, кто пришёл, более того, вы их знаете, это, как правило, либо ваши бабушки, дедушки, либо прабабушки, прадедушки, либо отец, либо мать, либо другие родственники, которых вы знали в этой жизни и которые вдруг приходят к вам вместе с теми, кто за ними стоит, с родами, а роды очень большие, там сила огромная. И когда вы к ним обращаетесь, вы слышите ответы, которые они вам говорят. И когда они посылают к вам любовь, и вы начинаете эту божественную любовь, поток этой любви чувствовать, вы знаете, это происходит чудо. И вот однажды одна женщина, которой была уже за 50, и которая прошла много всяких разных обучений, и настрадалась от земного рода, потому что земной род – это кармические отработки, и там боли много было, очень много, как у каждого из нас. И она почувствовала эту любовь именно от этих родов. Она говорит, «Боже правый, какая же я дура! Я всю жизнь считала, что меня не любят. Но сейчас, когда я чувствую вот этот поток любви, который меня накрывает, пронизывает каждую мою клетку, и мне так благостно и хорошо, и она плачет со слезами, и она говорит, «Это же такое счастье! Меня же любят! Меня же принимают такой, какой я есть! И это счастье!» Вот это и есть то, что совершенно за пределами спиритизма. Это естество, в котором мы находимся. Мы можем общаться со своими родами, нам это дано каждому. Но из-за того, что мы закрыты, многослойно, и прежде всего закрыто наше сердце теми страданиями, болью, переживаниями и так далее, обидами, которые мы накопили, прежде всего нужно вот это увидеть, осознать. И когда мы это осознаём, и отпускаем, наше сердце раскрывается, наша любовь проявляется, и в наше сердце начинает сиять солнце, которое излучает эту любовь. И тогда мы можем совершенно спокойно, эту любовь чувствуют роды, и они отзываются на эту любовь, потому что это то, что им тоже нужно. В родах нам в протяжении многих тысяч поплощений забыли о том, что такое любовь, что такое свет, и что это значит. И когда вот мы работаем, и эта любовь начинает течь, и течь через роды, вот это и есть кармические развязки, которые, которые происходят, или которые происходят. Это первое. И второе. Понимаете, мы настолько закрыты сейчас, мы настолько боимся быть открытыми, мы настолько боимся открыться миру, что нам сложно принимать любовь. Почему? Потому что, а, стоит чувство долга, так, что я буду должен за это, чем я должен платить, чем я должен отработать, и так далее и тому подобное. Просто так я не могу получать эту любовь. Просто так меня не могут любить. Просто так это не может происходить, потому что когда-то кто-то в роду земном сказал, за всё нужно платить. И платить кто-то кровью, кто-то потом и кровью, кто-то здоровьем, кто-то чем угодно. И когда это слушаешь, и когда мы идём туда, в детство, где это всё начиналось, и когда там через любовь идёт проявление прояснения и раскрытие всего, происходит чудо, которое и есть любовь. Хорошо. Идём дальше. Торманс фон Измир, так себя назвал наш зритель, пишет, «А какая цель всего этого опыта и развития? Ведь мы же и так были когда-то развитыми и всемогущими». Когда-то да. А сейчас? А сейчас разве мы всемогущи? Разве мы сейчас можем то, что мы когда-то могли, когда только приходили сюда, на землю? Ведь вдумайтесь. наш глаз когда-то мог различать пять с половиной миллионов цветов и оттенков. А сейчас сколько? Ну, где-то чуть больше пятидесяти. И то не у всех. Раньше в человеке было у богов, у людей и богов было развито более тридцати пяти органов чувств. А сейчас? Максимум пять-семь. Раньше мы могли левитировать совершенно спокойно с любой точки и совершенно спокойно посещать любые миры и пространства, находясь в физическом теле. И для нас это было легко. Мы могли мыслю своей управлять пространством. Мысль изначально, наполненная любовью и есть материя. Вспомните. Бывали же ситуации, когда вы о чём-то подумали и забыли. И оно тут же свершилось. И вы получили то, о чём подумали. И так происходит очень часто. А сейчас у тех, кто находится в состоянии, кто открывает себе это божественное состояние, у них эти инсайты происходят постоянно. Просто постоянно. Более того, я вам скажу, что вот сейчас, когда человек открывает себя для любви и начинает излучать это состояние, излучать этот свет, это тепло, ему не нужно спать. Ему практически не нужно кушать. Ему не нужно думать о том, как ему жить, где ему взять то, что ему нужно. Оно приходит как по волшебству само. Он подумать не успел, как это проявляется в его жизни. И это везде, это постоянно. Мои ученики об этом мне сейчас рассказывают и говорят, «Вау, это просто чудо». Да, кажется, что это чудо, но это то, чем мы обладаем всегда. Но мы просто об этом забыли. У нас просто сейчас это закрыто. И наша задача в этом воплощении, во всех других воплощениях вернуть себе вот это состояние Бога в физическом теле и творить свою реальность за пределами Матрицы. Матрица теряет контроль над душой, над человеком только тогда, когда он находится в состоянии и в потоке любви. Тогда Матрица бессильна. И тогда мы творим этот мир так, как нам нужно. Идём дальше. Аркадий Лысенко. Вопрос в эфир. Как научиться себя любить? Вот давай прям знание вот такое, народ. Себя любить, научиться вот так. Первое. Первое. Научиться любить. Я уже говорил. Повторюсь ещё раз. Во-первых, нужно осознать страх, который есть в нас. страх. Потому что страх лишает нас возможности принять себя такими, какими мы есть. принять. Что такое принять себя? Мы всё время считаем, что мы чего-то недостойны. Мы всё время считаем, что мы что-то не можем. Мы всё время считаем, что нам что-то не дано. Потому что вот это состояние маленького человека, который не может видеть, не может слышать, видеть. Видеть не то, что отражает зрение, а видеть тот мир, который мы видим во сне. Он другой. Слышать те звуки Вселенной, которые есть, но мы их не слышим, потому что наша частота понижена. Она низкая для этих звуков. мы не можем проявляться или точнее вот иметь то, что нам нужно, потому что наша мысль, она, как правило, не наша. Мы не можем родить свою мысль именно как заявление, как проявление, потому что наши вибрации на основе страха, на основе каких-то переживаний, страданий, борьбы, ещё чего-то, ещё чего-то. Это много, 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 кто-то насчитал, что вот этих опытов, или точнее вот этих так называемых негативных моментов, и в том числе и позитивных, нужно пожить 273. Не знаю, так ли это не считал, но много. так вот каждое состояние, или точнее каждое чувство, которое мы проживаем, кроме состояния любви, понижает наши вибрации, понижает наши возможности. И для того, чтобы нам начинать себя любить, нужно прежде всего принять то, что мы. А Боги, мы пришли в эту жизнь не первый и не последний раз. Мы живём много-много воплощений. И все эти воплощения были разными. Где-то мы были королями, где-то мы были нищими, где-то мы были богатыми, где-то мы были бедными, где-то мы были воинами, где-то мы были теми, кто выполнял роль палача, где-то мы были судьями, где-то судили нас, где-то мы были бобжами, а где-то мы жили во дворцах, где-то в какой-то жизни мы были женщинами, в какой-то жизни мы были мужчинами, в какой-то мы были воинами, в какой-то были учителями, в какой-то были, извините меня, кто-то из женщин занимался самой древней профессией проституции, а кто-то был сутенёром, а потом поменялись. Кто-то был монашенкой, а сейчас, как сказать, пошёл на панель. И много таких примеров. Мы получаем разнообразный опыт, а не разные эти опыты. Это разные уровни, разные уровни и разный опыт, который мы пришли получать. И он, как правило, болезненный. Он, как правило, из дуальности. Он, как правило, из борьбы. А там много-много-много страха, боли, никчёмности, беспомощности, бессмысленности и всего-всего-всего, что мы накопили. И поэтому самое главное, первый шаг к себе — это принять этот опыт. Весь этот опыт, который мы проходили, был нам нужен. Без этого опыта мы не можем быть теми, кого мы называем богами. Потому что, познав эту тёмную сторону своей личности, своей индивидуальности и познав вторую сторону своей божественности и соединив это, мы становимся целы. Мы становимся едиными. И тогда мы осознаём, что мы и есть любовь. И в нашем сознании меняется всё отношение, прежде всего, к себе любимым. Ведь самая главная задача — это себя принять. Ведь сколько раз подхожу к женщине, которая чуть полнее, чем бы ей хотелось, и задаю ей вопрос, почему ты себя не любишь? она мне говорит, а как себя любить такую толстую? Я говорю, ты сама понимаешь, что ты говоришь? Ведь это твой страх и создаёт вот эти границы, расширяет это поле. И тело начинает расширяться во все стороны, потому что страх, что ты другая, что ты несовершенная, что тебя такую любить нельзя, и приводит к этому. Точно так же и мужчина. Если он чего-то не смог, если у него есть негативный опыт, если ему где-то кто-то отказал, если он когда-то просил игрушку, а родители ему отказали, значит, его не любят, значит, он недостоин, значит, ему надо доказывать Вселенной, всему миру, как он достоин любви. И мы доказываем, с пеной у рта выслуживаем эту любовь везде, на службе, на работе, как сказать, везде. А это и есть неправильно, потому что мы изначально есть любовь, достойны любви. И можем любить, потому что оно закрыто в нашем сердце. Только осознавая это, любовь начинает проявляться. И мы это начинаем чувствовать. И прежде всего, что происходит, ещё раз повторяю, тепло на сердце. На сердце тёплое. И когда мы смотрим на кого-то из этого состояния, поверьте, люди это чувствуют, души чувствуют. Ведь всем нам нужна только любовь. Только любовь, как энергия. Потому что она нам даёт силу. Она нас возвышает. Она нам даёт возможность распрямиться и сказать, я достоин любви. Вот это самое важное, с моей точки зрения. Хорошая у тебя точка зрения. Идём дальше. Анубис Чернобогов, реплика в эфир. Войти в состояние божественной любви, с больших букв, божественной любви, можно только, опять же, пробудившись с большой буквы. Это равняется, объединившись в духе, с большой буквы, своём, с нашими, с большой буквы, богами и богинями. А что ты так засмеялся-то и тебе пробрало? На любовь пробрало? Да дело в другом, понимаете? Вот для того, чтобы соединиться с любовью, которой в нас надо идти вовнутрь, осознайте, боги, которые нас создали, кто-то называет Отец Абсолют, кто-то Род, кто-то Богиня Лада, кто-то там ещё, кто-то и так далее, и так далее, и так далее. Неважно. У Бога много имён. Много ипостасей. И у каждого из нас есть много-много высших начал, которые решают вот в это же время мы находимся, вот одно из начал находится в этом теле, в вашем физическом теле вместе с вами проходит этот опыт на этой планете, а остальные начала решают многие задачи в других мирах и на других планетах. Но мы едины. И изначально Любовь Божественная присутствует в нас постоянно и идёт к нам постоянно. поэтому эту Любовь как высшее начало мы чувствуем всегда и во всём. Наша задача главная прежде всего соединиться с Богом внутри меня, внутри себя. Он внутри, Он внутри, Он в сердце. есть такая притча, что когда Бога достали, когда мы начали, мы пошли в эти так называемые начал, предначался период к Альюге или там в чёмной стороны и прочее, прочее, прочее. И люди как-то забыли о том, что они Боги, они начали все просить к Богу, взывать просьбами, молитвами, кто как мог. И Бог якобы решил спрятаться от людей, чтобы Его не доставали этими просьбами. Он собрал все свои ипостаси и говорит, скажите мне, где я могу пребывать так, чтобы меня нашли только те, кто готов. Много было разных версий, но вот самый ближний, который является правой рукой Абсолюта, говорит, ты знаешь, я думаю, что тебе нужно спрятаться в сердце каждого человека. И только тот, кто может открыть в себе любовь и почувствовать её, может с тобой соединиться и почувствовать тебя. И вот это самое важное. Вот прямо сейчас, те, кто меня слышат, можете закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Выдыхая, вы как будто выдыхаете через это Солнце, которое над планетой Земля, из первичных Солнц рода и лады энергию любви, которая идёт к вам, вы чувствуете, как этот божественный поток входит к вам в родничок, проходит через шишковидную железу, дальше через вилочковую железу у вашей сердце. и вы выдыхая эту энергию любви на выдохе заполняете своё сердце физическое этой энергией света и любви Творца и Богини Лады, Богини любви. И когда вы наполняетесь этой энергией, чувствуете, как ваше сердце начинает расширяться, представьте и сделайте себя, уменьшите себя мысленно до состояния мальчика с пальчика и поместите себя в своё сердце. И войдя туда в своё сердце, посмотрите вокруг, посмотрите вокруг и постарайтесь увидеть искру яркого белоснежного света, который самый яркая точка, которая есть в вашем сердце. И как только вы её заметите, своим внутренним взором смотрите на неё и идите в неё. И по мере того, как вы приближаетесь к ней, вы видите, что этот свет увеличивается и становится огромным. Но вы идёте в него и заходите в него и растворяетесь в нём. энергией чувствуете, как эта энергия, божественная кристально белая, лучистая энергия проникает в каждую клеточку вашего тела, заполняет всё ваше существо, всё ваше физическое тело, все клеточки, все органы, все ткани, всё. И вы растворяетесь в этой энергии. И растворяются ваши тонкие тела, особенно эфирные, ментальные, астральные тела, каузальные тела и другие. У кого их пока семь, у меня уже тринадцать и более. И я двигаюсь дальше по пути расширения. И вот эти все тела наполняются божественной энергией любви. И вы наполняете свой ум, и он успокаивается, потому что эта энергия выключает все токи матрицы, которые управляют нашим умом. И вы вдруг замечаете, что ум вас затих, и у вас отсутствует мысли в голове. Прекратился этот бешеный поток, бег этих мыслей. И вы вдруг замечаете, что голова стала пустой. Более того, она как будто просто отсутствует, и вместо головы есть просто свет. Вы заполняете все свое тело, и чувствуете, как это тело ваше растворяется и превращается просто в свет. И этот свет бесконечен. И вы просто свет, вы просто любовь, вы просто жизнь, вы просто свобода, вы есть все и ничто, вы есть точка, которая есть ваше сознание, и через которую, как через песочные часы, течет этот божественный свет, и проходя через вас, распространяется везде. Вы просто свет, вы просто поток. И в этом потоке вы есть все, и вы можете из этого потока творить. и вы осознаете себя, что вы есть свет, что вы есть любовь. Только в этом состоянии вы можете создать и воссоздать себя заново тем, кто вы есть изначально, потому что если вы вдруг увидите, что вас свет не имеет границ, что вы огромны, что вы своим светом заполняете всю вселенную, всю галактику, потому что вы и есть и эта вселенная, это галактика, вы и есть боги. Почувствуйте другое состояние, которое описать словами сложно, порой невозможно, это можно только чувствовать, когда ты растворяешься в этом. Вот это и есть тот опыт, который вы почувствовали однажды, будете им жить и будете к нему стремиться, чтобы на этой божественной частоте пребывать всегда, потому что это суть ваша. И тогда не нужно спрашивать кого-то, кто я, и тогда не нужно просить о помощи, потому что вы можете всё сами. Но в этом и сложность, потому что как только вы выходите из этого состояния, первая же мысль, которая протекает, неважно какая, неважно о ком или о чём, понижает эту частоту. И второе, сразу же ваше вот это безграничное состояние тут же схлопывается. И вот задача наработать это состояние, это тренировка. Когда вы входите, выходите, входите, выходите, и когда вы больше пребываете в этом состоянии, чем вне его, и вам уже больше некомфортно находиться без этого состояния, всё меняется. Всё меняется. И вы становитесь тем, кем вы являетесь по сути. Благодарю. Хорошо. Хорошо. идём дальше. Вопрос в эфир от Антона Поддубного профессионального тантра и раджа-йога, профессионального тренера тантра и раджа-йога. В чём практические применения этих философских знаний? И будет ли демонстрация божественных свойств в прямом эфире? Вот что ты сейчас сделал, это демонстрация была божественных свойств? Да, это была прямая демонстрация. кто-то не понял, значит... Это вопрос просто был раньше задан, ещё почти час назад. Это была как раз вот эта демонстрация, и я думаю, что тот, кто занимается как раз йогой и тантрой... Я был на белой тантре в своё время, как мы с супругой были, первый раз я пошёл туда, получил очень сильный опыт, конечно. Мне было приятно, когда тысяча человек одновременно в общем-то медитировало и как сказать открывалось. Но скажу вам честно, что если бы эти тысячи человек в тот момент действительно открыли свои сердца, я вам скажу, на планете Земля произошли бы колоссальные, просто колоссальные изменения. Но медитировать и быть в состоянии это очень разные вещи. Ко мне приходили мастера, которые преподают йогу, приходили мастера, которые преподают танцы ведические, приходили мастера, которые лечат людей, приходили мастера, которые сами ведут практики, семинары и так далее. И когда с одним из мастеров мы проработали, и когда он первый раз, открыв сердце свое, почувствовал это состояние, было такое состояние, «Ах, как же я?» «Ах, как же я?» книги?» пишут книги, но сами не пребывают в состоянии. Это разные вещи. О любви невозможно рассказать. Я долгие годы искал форму, как же рассказать о состоянии. И помог мне в этом мой друг, и я его считаю учителем, как и он меня считает своим учителем, Сергей Демин из Тюмени, который является наставником по Спасу. Когда я пришел к нему на его семинар, и где он рассказывал о состоянии, в котором нужно находиться казаку-характернику, потому что без этого состояния он не может быть настоящим воином, он не может принять Спас, он не может погружаться в это состояние, в котором можно видеть миры, видеть противника, видеть его замыслы, читать, читать, как открытую книгу, и так далее, и так далее. Не может быть тем, кем он является по сути. Я вам скажу, я первый раз с его подачи начал рассказывать о состоянии. Первый раз с его подачи я понял, что я могу об этом говорить и могу через это состояние донести до людей. Вот как сейчас мы проходили. Конкретная простая практика, которую можно делать каждый день, но только если вы действительно можете отключить голову. Это очень сложно. И тогда все происходит. и тогда рассказывать об этом сложно, как и меня было. Но сейчас по всевидимости вот состояние, в котором ты пребываешь, как в потоке, приходят какие-то слова, приходят какие-то образы, приходят какие-то информации, которой я могу делиться с людьми, которым это интересно, которые хотят это познать и открыть в себе. И это радостно. Вот ты сделал так сказать практическую демонстрацию и противоречивые отзывы. Один пишет, человек меня тронуло, пробило, я что-то почувствовал. Другой пишет, но увы, не работает. То есть каждый почувствовал по-своему. Что ты можешь сказать? Может быть это просто было какое-то гипнотическое воздействие твоего голоса, и вот что-то такой милый, симпатичный улыбающийся человек, сидишь, и вот кто-то клюнул на вот эту улыбку, а другой не клюнул. Или может быть здесь какие-то другие свойства, качества, почему какие-то люди прониклись твоими словами, почувствовали что-то, а какие-то сказали, да как-то так особо ничего. Да. Изначально в своём вступительном слове я обращал внимание, что в силу того, где каждый находится, на какой частоте, на такой частоте он и принимает ту истину или правду, которую воспринимает. поэтому очень важно понять, это неплохо и нехорошо. Для того, чтобы получилось, во-первых, нужно принять, что вот сейчас у меня не получилось. Не потому, что плох тот, кто преподает или тот, кто это подавал, или вы какие-то особенные в том плане, что вам это не дано. Дано. бывают разные моменты. Первое. Неверие. Скептицизм. А скептицизм это страх поверить. И, как я уже говорил, страх мешает тому, чтобы раскрыться. Ведь страх не ваш враг, страх ваш учитель. Он нужен нам для того, чтобы мы осознали, как стать смелым, как открыться миру, как принять все то, что мир нам дает. И хорошее, и то плохое, которое мы считаем плохим. В этом плане у одного известного актера есть стихотворение, к сожалению, сейчас не помню его фамилию, где он пишет, как же нам быть без хороших плохих людей, которые нам делают больно, и через эту боль побуждают нас к тому, чтобы мы развернулись к себе. И это действительно так. То плохое, что мы считаем как плохим, нас заставляет искать ответы на вопросы, менять себя, менять свое отношение. И если мы не меняемся, то вопрос к нам, а не вопрос к миру, почему он такой. Потому что только то, что мы внутри себя носим, только то, что мы внутри себя перевариваем, как в котле, отражает нам все те люди, с которыми мы задействуем. Мы боимся, нас пугают, мы злимся, нас злят, мы боремся, с нами ведут войну, мы возмущаемся, тут же возмущается пространство, мы обижаемся, нас обижают, мы кого-то жалеем, и тут же нас жалеют, мы завидуем кому-то, потому что сами не можем, и эта зависть, как ржа, разъедает нас, и делает нас зависим, мы боимся проявляться, потому что а что скажут другие, а это не свобода, и так далее, и так далее, и так далее, и вот это очень важно понять, что это не хорошо и не плохо, просто нужно себе задать вопрос, я готов соединиться с любовью, которая есть в моем сердце, или я еще не готов, и мне нужно еще пострадать, мне еще нужно попребывать в боли, которая есть во мне, мне еще нужно принять вот ту борьбу, которая вокруг меня, и во мне прежде всего, и это тоже нормально, потому что каждый находится на своей ступеньке эволюционного развития, и на этой ступеньке своя правда и свои чистоты, и это так, и когда вы находитесь в состоянии, вы это видите, и вы просто это принимаете, без осуждения, значит, у этого человека пока так, и когда он будет готов, вся вселенная ему поможет открыться, и вся вселенная ему поможет чувствовать то, что было когда-то закрыто программами, которые им же были приняты добровольно для того, чтобы этот опыт получить и пройти, всего-навсего это не хорошо и не плохо, это так просто есть на данный момент, поэтому кто-то поверил и сказал ух ты, я почувствовал и мне стало хорошо, кто-то не поверил и сказал да, это все иллюзия это все зомбирование или это все как там еще программирование и так далее, гипноз и так далее, поверьте мне, нет гипноза, нет моего голоса, вот все что я говорю, я говорю не из ума, не из головы, у меня сейчас пусто в голове, как будто там пустота, там звенящая пустота, давайте еще одну практику, давайте еще одну, сейчас, подожди секундочку, ты все-таки расшифруй в чем практическое применение этих философских знаний, потому что все равно не отстанет человек, пока ты не дашь ответ, практичность в чем, вот ты про любовь рассказал, как в анекдоте, хорошо, хорошо, все, любовь я понял, когда по воде будем ходить, вот из этой же серии, практичность заключается вот в чем, первое, когда мы принимаем себя, когда мы осознаем, что мы достойны любви, и мы любим себя через принятие себя, что происходит вокруг, первое, мы перестаём доказывать миру, это практически происходит, мы с этого момента просто перестаём доказывать миру, что мы такие хорошие, что мы такие классные, что мы заслуживаем любви, полюбите жена за то хорошее, что мы делаем, не важно где и не важно что, это первое, что происходит, потому что как только мы почувствовали эту любовь и почувствовали, что наши земные боги, которые сделали нам очень много боли и которые нас тренировали очень усердно по нашей же просьбе, наконец-то мы почувствовали их любовь, которая к нам шла всё время от их божественной души и сердца, потому что сердце физическое это портал связи с Творцом, прямая связь с Творцом, если вы в сердце, поэтому женщина, которая открывается для любви, у неё тут же выстраивается прямой канал взаимодействия с Творцом, с Абсолютом, с Акаши, и она входит в энергоинформационное пространство. Это первое. Это тоже практически. И получает оттуда информацию, которая нужна ей, как богине, и её мужу, как богу, для того, чтобы он мог притворять это на земном уровне и получать тот опыт, который нужен и ему, как задачу, которую он себе поставил на это воплощение, и родам, которые ему помогают и которые его послали сюда на это воплощение. Это практическое применение. Здесь нет философии. Я вообще не говорю о философии. И это не философское понятие. Это практическое применение в ежедневном проживании каждом мгновении. Когда вы перестаёте доказывать, что вас есть за что любить, ваше достоинство проявляется таким образом, что вы возвращаете себе те права, которые вы сейчас делегировали другим. Банкам, которые вам выдают кредиты, начальникам, которые вам определяют вашу зарплату, людям, которые с вами взаимодействуют и вас тренируют по вашей же просьбе. Вы вдруг осознаёте, что вы больше, чем то, чем вы занимаетесь. А раз вы больше, значит, вы можете сами творить этот мир и получать те блага напрямую от Творца, а не через посредников, которыми являются банки, которыми являются священнослужители, которыми являются те учителя, которым вы идёте на семинары, вебинары, и на обучение для того, чтобы познать и получить от них нечто, которое вам нужно, потому что вы считаете, что вы чего-то не знаете. И это практически во всём. Вы перестаёте быть зависимыми от матрицы, которая вас тренирует в каждом вашем дне. Вы встаётесь, вы напрягаетесь. Вы что-то делаете, вы напряжены. Вы что-то хотите сделать, вы прилагаете усилия. И это есть борьба. А когда вы в состоянии, вы не боретесь, вы не прилагаете усилия, потому что всё происходит само собой. В это сложно поверить из ума, потому что ум говорит, как? Скажи, что делать? Скажи, сколько вешать граммов здесь есть и сейчас. И вот эта особенность, которую нужно пройти. И если нам удаётся пройти, всё происходит. Солнце как всходило, так и всходит. День как наступал, так и наступает. Если дождь идёт, он просто идёт. И вы в этом всём присутствуете. И всё, что вам нужно, просто приходит и проявляется в ежедневном дне. И вы получаете наслаждение от жизни. Вы радуетесь всему. Вы вдыхаете этот мир. Вы пьёте его, как нектар, через дыхание. И вот это умом не понять. Это ум не принимает и блокирует, потому что ему непонятно, как так ничего не делать и всё получать. И это есть практическое применение каждый день. Но этому нужно учиться каждый день, чтобы вспомнить и чтобы быть, быть собой, быть в любви. хорошо. Ты хочешь ещё одну практику показать. Имей в виду, что уже у нас скоро пойдёт третий час, вопросы ещё есть, поэтому если практика, то наверное надо измерять временные возможности. Она простая. Закройте глаза, расслабьтесь, просто расслабьтесь, встряхнитесь или вдохните, выдохните. Сделайте, представьте, что вы в костюме дайвера. Вот на кончике носа у вас находится замочек. И вы вот с кончика носа проводите его и расстёгиваете по спине до самых пяток. И снимаете этот костюм, выворачивая его наизнанку. И мысленно сделаете это три раза. Если кто-то начал зевать, значит всё правильно. А теперь просто обратитесь к себе и скажите «Моя искра божественного света внутри меня, проявись во мне, чтобы я тебя почувствовать и увидеть». И почувствуйте, где в вашем теле пошло тепло или началась какая-то вибрация. Тот, кто находится на определённой частоте и готов он это почувствует сразу. я чувствую прямо здесь между грудей. Кто-то может в другом месте, неважно. И попросите эту искру божественного света, чтобы она вас заполнила полностью на клеточном уровне всё ваше физическое тело, все ваши тонкие тела. и просто почувствуйте, что происходит, когда этот свет и любовь заполняет вас, потому что это и есть ваша высшая божественная суть, которая находится внутри вас. Почувствуйте это и соединитесь с этим. Станьте этим. И всё. Благодарю. Хорошо. Идём дальше. Идём дальше. Миколаевич прислал из страховки вопрос в эфир. Предыдущее состояние планеты продлилось 25 тысяч лет. А новое состояние планеты продлится сколько времени или лет? Если мы идём по циклам, которые отмечены Творцом, то 26 тысяч лет закончилось в 12-м году. И сейчас новые 26-ти тысячелетия. Но планета, вот скажу так, по информации, которую дал Дух Божественного существа, который приходил на планету и был здесь с 87-го года по 2013 год и участвовал как раз готовил эту планету к переходу, звали его Рикл. По его информации планета Земля через полтора миллиона лет станет на месте центрального Солнца в самом центре галактики, в самом центре галактики Млечный Путь. Она движется туда. А через 11 миллионов лет будет совершенно другое состояние этой планеты. Вот. Поэтому каждый цикл рассчитан на то, что души, которые достигли определённого уровня развития и осознанности двигаются дальше. Мы сейчас двигаемся в 4-е и 5-е измерения, за ним 6-е, 7-е, за ним 8-е, 9-е и так до бесконечности нашего развития. А сколько будет отмечено или отмерено, это вопрос к Творцу, к тому, кто является главным архитектором нашего прохождения этого пути и нашего становления как богов. Хорошо. Е. Гриша пишет. Всем крепкого здравия. Здравия. Такого, чтобы корнями крепко держались за землю Матушку, чтобы стволом выросли до небес, чтобы крону могучую свою держать да раскинуться ей вовсю шире. Вопрос в эфир. Виктор, вы очень красиво говорите, но я не понимаю, как можно полюбить себя, зная свои недостатки. Если я себя приму таким, какой я есть, я перестану стремиться к совершенствованию себя. А это тупик. А если человек, предположим, сволочь последняя, и он примет ваш совет я не могу такой читать, хотя, скорее всего, он и без совета себя любит, так он и не будет меняться, или я что-то не понимаю, правда здорово, да? Конечно, конечно. Дело в том, что, знаете, я вам скажу, открою маленький секрет. Во-первых, когда вы осознаете, что все то, что вы считаете негативом, является вашим достоинством, в каком плане достоинство? Это тот опыт, бесценный опыт, который вы получали, и получаете сейчас на планете Земля. И когда вы его принимаете, то это не значит, что вы все уже освоили, и вы все уже знаете. Наоборот, вы начинаете раскрывать в себе те божественные возможности, которые сейчас, не принимая свою темную сторону, вы не можете раскрыть. Вы двигаетесь в другом направлении и по другому. Это в этом особенность. Не принимая свою темную сторону, вы не можете раскрывать свою божественную. А это другой уровень развития и совершенствования. Понимаете? А на Земле это проявляется каким образом? Когда вы принимаете себя, во-первых, ещё раз повторюсь, вы перестаёте бороться с кем? С собой, со своими тёмными сторонами. А на это уходит колоссальное количество вашей собственной энергии жизни. И когда вы боретесь, то вам не до совершенствования. Вам бы выжить. Но когда вы принимаете, высвобождаемая вами энергия идёт на ваше же развитие совершенствования по-другому, без борьбы, без страданий и намного эффективнее, чем вы можете сейчас себе представить. И ваше совершенствование идёт на другом уровне, чем то, что происходит сейчас. В этом практическая особенность раскрытия состояния принятия себя, то бишь любить себя. Тот, кого вы называете сволочью, понимаете, у него задача такая. Быть сволочью, пока вы не начнёте себя любить. Но как только вы себя начнёте любить, и вы посмотрите из любви на это существо, вы вдруг будете очень сильно удивлены. А он и не сволочь вовсе. А он вовсе нормальный, классный, классный человек и классная сущность, которая помогала вам осознать и полюбить себя, принять себя таким, каким вы есть. И вот это очень классная загадка нашего бытия. Потому что эта сволочь согласилась на эту роль сволочи только лишь для того, чтобы вы более эффективно и более целесо-целенаправленно трудились тем, чтобы стать собой, стать Богом на земле в физическом деле. Вот так. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...